Российская дочка Жлобинска в БМЗ судится с бывшим гендиректором, который нанес ущерб на десятки миллионов долларов. Сильные новости узнали подробности. В Брагинском районе утонули двое пограничников, а в Минске начался суд над Протасевичем, Путило и Рудиком. 16 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И сегодня у нашей Евгеши день рождения. Накидайте ей поздравлений. Российская дочка Жлобинского БМЗ судится с бывшим гендиректором, который нанес ущерб на десятки миллионов долларов. Всего торговый дом БМЗ заявил к своему бывшему гендиректору Сергею Носовицкому 10 исков. Общая сумма требований превышает 23 миллиона долларов. Дело рассматривается в арбитражных судах Алтайского края и Москвы, а решения по ним опубликованы в картотеке арбитражных дел. Сильные новости ознакомились с этими документами были немало удивлены. Если бы история случилась в Беларуси, то по тем претензиям, которые заявлял ИСТЕ, самое место ответчику, сидеть напротив следователя и давать показания по уголовному делу. Однако все происходит в России в гражданском производстве, и дело идет к тому, что несмотря на удовлетворенные судами иски, с предполагаемого виновного лица взять будет нечего. Об этом читайте в материале, который подготовил журналист сильных новостей. Ссылку мы оставим в первом комментарии под этим видео. В Брагинском районе утонули двое пограничников. Об этом сообщает Гомельская пограничная группа. Утром 15 февраля на участке пограничной заставы Комарин пограничный наряд, состоящий из трех военнослужащих, выполнял задачу по проверке режима государственный гранит. Двигаясь по установленному маршруту, обходя большой разлив, сержант-контрактник провалился под лед. Его попытался спасти офицер и отправил за помощью военнослужащего срочные службы. Однако толщина льда не выдержала вес двух вооруженных людей в полной экипировке. Оба пограничника ушли под воду и утонули. Немного о стройке. В этом году в Гомельской области планируют построить 700 арендных квартир. Такую информацию озвучил председатель Гомельского обл. исполкома Иван Крупко. Он встречался с сотрудниками Ельского лесхоза, пишет Белта. По словам чиновников, в прошлом году в области построено всего 100 арендных квартир, а в этом планируется в 7 раз больше. По мнению губернатора, таким образом еще больше людей смогут улучшить свои жилищные условия. Также, по его словам, усилена программа строительства арендного жилья для категории военных, приравненных к ним и других. В целом, в Гомельской области в этом году планируется возвести 535 тысяч квадратных метров жилья, в том числе около 200 тысяч квадратов при поддержке государства. Громкое дело. В Гомеле судили мужчину, который до смерти забил свою мать. Трагедия произошла в июле прошлого года на улице Павлова, пишет Белка. В полночь соседи услышали и крики, плач и призывы о помощи. Они тут же вызвали наряд. Однако милиционерам хозяин квартиры долго не открывал. Пришлось вызвать МЧС. Когда в квартиру все же удалось попасть, всем открылась страшная картина. Пожилая женщина лежала мертвой. Позже экспертиза установит, что обвиняемый нанес пенсионерке не менее 11 ударов тупым предметом по различным частям тела. Мужчина не смог объяснить это и на этапах следствия давал разные показания. Например, что слышал голоса и поэтому оттолкнул мать на кровать. Но она упала. Уже позже рассказывал следователям историю о том, что ударил два раза в голову незнакомую ему женщину, которая представилась его матерью. Обвиняемый то признавал свою вину, то отрицал. Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. К новостям страны. В Минске начался суд над Протасевичем, Путило и Рудиком. На скамье подсудимых по понятным причинам только Протасевич. Уголовное дело рассматривает Минский областной суд в порядке так называемого специального производства. Всех троих обвиняют по ряду уголовных статей. Напомним, Степан Путило является создателем и администратором телеграм-канала, который власти признали террористической организации. Роман Протасевич до ноября 2020 тоже был администратором этого ресурса. Ян Рудик также принимал активное участие в деятельности этого канала, позже стал редактором другого, также признанного экстремистским. Перед началом заседания Протасевич ответил на несколько вопросов сотрудникам гос.СМИ, в том числе и о его отношении к другим обвиняемым. Я скажу очень кратко. Лично для меня все с этими людьми уже давно понятно, поэтому мне не сказать. Вы знаете, я скажу честно, уже я готов, наверное, морально и психологически к любому сходу, поэтому уже тут от меня ничего не зависит. Вайлддерис вводит систему рейтинга покупателей. Сотрудники пункта выдачи будут оценивать всех покупателей товара. Система находится в тестовом режиме и доступна только на ПК-версиях. Продавцу дается 12 часов на оценку клиента. Что ждет покупателей с низким рейтингом, пока неизвестно. Если покупатели оценивают НИТ 5 звезд, сотрудник в обязательном порядке должен оставить комментарий, что именно ему не понравилось. По информации российских СМИ, рейтинг пользователям могут снижать из-за неприятного запаха, агрессивного поведения и выкрикивания фраз в пункте выдачи. Хозяева и хозяюшки, информация для вас. Популярные капсулы для стирки Ариэль попали в реестр опасной продукции. Они могут стать причиной поломки стиральной машины. В реестр опасной продукции госстандарта попали капсулы для стирки Ариэль – аромат масла ши. Как отмечают специалисты, изготовитель капсул в маркировке умышленно указал на значение продукции для использования в стиральных машинах любого типа. Но при этом оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Все дело в показателе пенообразующая способность, которая не соответствует норме. Из-за этого применять капсулы в стиральных машинах с фронтальной загрузкой может быть небезопасным. Курьер столичного интернет-магазина решил не мелочиться и украл у своего работодателя сейф с выручкой. В милицию обратился директор интернет-магазина с заявлением, что кто-то украл его сейф с деньгами. Похитителя быстро раскрыли. Им оказался 24-летний минчанин, который работал курьером в этом интернет-магазине. Сейф он украл во время получения товара в складском помещении. Деньги, а это около 4000 рублей, курьер благополучно промотал, делая ставки в интернете. К слову, курьер и раньше был задействован в различных аферах. Он неоднократно судим за имущественные преступления. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, оставляйте лайки и комментарии. И не забудьте поздравить Женю. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.